Я бы хотел, чтобы мы еще помолились сейчас за предстоящие события на следующей неделе. Большая просьба будет. Люди, которые хотят помочь нам в подготовке на следующую пятницу самого зала, просьба, обратитесь к Наташе. Есть ли люди, которые могут нам помочь украсить зал? Он полностью будет трансформирован, полностью. Будет совсем другая атмосфера. Нам нужно будет уже в пятницу рано-рано-рано утром выставлять полностью всю сцену, боковые части, задние части, подготовиться, заставить больше стульев. Потом нужно будет расставить книги и так далее, и так далее. Нам нужна помощь. Если вы открыты и готовы нам помочь в этом, основном мужская сила нужна, женская тоже по всем возможностям, но нужна подготовка к этому. Если у вас есть возможность и желание, подойдите к Наташе. Хорошо? Большая просьба. И молитва. Обязательно. Если молитвенники наши понимают важность следующего действия на следующей неделе, мы должны подключиться в молитву. Если вы можете взять пост, пожалуйста, пост. Знаете, мне неудобно, но вчера я выслал в пасторский чат, где мы там общаемся с послужителями, пасторами, наш ролик, то есть наш фильм, который сделал Валентин Шиховцов, и просьбу о том, чтобы нас поддержали в молитве. Если возможно, пастора объявят пост, молитву за нас, потому что мы делаем большую вангелизацию. Вот один пасторов сказал, ну, чуть что сразу, поститься, молиться, ну так, что, вот так просто взяли тебе, сорвались, с низкого старта, начали за тебя молиться, поститься. Я такой, не понял. Просьба простая, помолиться. И я понял, что у людей нет откровения о том, что Бог хочет спасти свой народ. Свой народ, который он изначально избрал. Начали у нас дебаты, начались о том, что вот евреи, вы там все хотите под закон, под традиции, то, сё. Я говорю, слушай, ты же даже меня не знаешь. Какие традиции? Что ты обо мне знаешь? Вот начались такие вот перепалки, и после всего я говорю, слушай, к твоему движению, то, что ты делаешь, я ни разу не написал, против, не за. Простая просьба служителя пастора, помолиться, если возможно, попаститься за нас. И ответ такой, вот я почувствовал, такой антисемитский тистот, вот, знаете, что за вас паститься и молиться? Проповедуйте Евангелие, кто придет, то придет. Ой, поэтому на следующей неделе большая просьба, большая просьба, поставьте себе календарь, чтобы нам попаститься и молиться. 25 числа у нас пресс-конференция, это будет в СМИ всего города, мы там будем выступать целую часть, говорить о том, что происходило. И я не знаю, что будет в следующей неделе. Мое чувство, что будет, ну, как бы сказать, разной ситуации, и нам нужна молитва, нам нужно согласие, нам нужна работа. И я прошу вас, примите это к сведению. Сегодня у нас суккот, продолжение суккота. Я хочу просто зачитать несколько вещей. Эти вещи, они очень интересны, потому что суккот это праздник, который празднуется в Израиле. Но это праздник, который должен будет исполниться для всего, для всех народов. Суккот выполняет особый ритуал. У нас его нету, у нас нету лулав, это специальный такой пучок растений. Листья в ней пальмы или же других растений, ивы. И есть еще четыре там таких растения. Этрог, это как наш лимон, только зеленый или желтоватый, вытянутый такой. Очень важная часть, потому что это запах. И запах идет на благовоние. Вкусный и, знаете, вот приятный. Это люди, которые знают Слово Божие, изучают Тору, которые следуют за Богом. Финиковый лист пальмы – это люди, которые без запаха, но знают Тору. Имеется в виду, они четко знают, что Писание, но они не следуют Его. Они не живут этим словом. Мирт – это съедобное, но не имеющее запаха. Это люди, которые имеют добрые дела, но они не знают Тору. И последнее – Ива. Это те, которые не имеют вкуса и не имеют запаха. Люди, которые, он говорит, безбожники, не делами своими подтверждают то, что они хотят сделать, не изучением Слова. Но все-таки Бог соединил всех людей в один букет. Суккот – это праздник для всех народов. Соединяясь с нас вместе, Он показывает свое идеальное благоволение. Он хочет, чтобы народы всего мира знали, что есть один Бог. Одно искупление. Одно место, где Он хочет их видеть, этого престола. Это чувство Божие, которое Он выражает в Суккоте. Сегодня необычное собрание. Сегодня вы увидите много фруктов. Сегодня у нас построена сука. Есть поздравления. И все же в многих общинах это праздник, праздник жатвы больше. И как бы заключительная фаза о том, что все-таки жатва всегда радостна. А мы ожидаем нашу жатву на следующей неделе. Мы ожидаем, что много-много людей просто прислушаются тому, что будет говориться на улицах. Придут, наполнят это место, и мы прославим Бога. И хочу сказать больше того, у нас будет много гостей из разных мест. Из Киева, из Николаева, из Израиля. У нас будут люди из Одессы, епископа, служители других динаминаций будут поздравлять нас. Поэтому большая просьба быть здесь с нами, радоваться вместе с нами, потому что это наш праздник. Нам исполняется 110 лет. И более того, скажу вам, у нас праздник Симха Тора, радость Торы. Поэтому будем водить хороводы в следующую субботу, будем радоваться, будем выносить Тору. Будет у нас праздник. Амин. Существуется. Давайте мы помолимся. Встанем в наши ноги, помолимся, поблагодарим Бога за эту возможность. Авинуша Башимаем, Абам. Мы благодарны Тебе за этот суккот, за этот праздник милости и благодати. Когда мы вспоминаем о всех обетованиях Твоих, которые Ты дал своему народу. И в Ешуа Мессия Ты открыл эту возможность для всех народов. Посему этот праздник праздник радости, веселья, благоволения. И мы молим, чтобы этот дождь благословения излился на нашу страну, наш город. Чтобы, Господь, люди познали, как Ты благ и велик. Чтобы из всех народов, племен и языков, Господь, из еврейского народа и других, которые населяют этот город, люди познали, что Ешуа есть истинный Мессия. И мы, Господь, вручаем этот праздник, который будет у нас в пятницу и в субботу, в Твои святые руки. И мы знаем, что если Ты открываешь двери, они будут открыты. Но мы также просим, чтобы Ты хранил каждого из нас в Твоем шаломе, в Твоем мире. И дал нам понимание важности благовестия во имя Ишуа. И весь народ сказал Аминь. Мы хочу вас, присядьте, пожалуйста, представить вам нашего гостя, который был у нас на этой неделе. И на следующей неделе тоже мы продолжаем открытые уроки по понятию Слова Божьего, особенно по дарам Святого Духа, такие как пророчество, слово знания, видение и видение. Поэтому прошу Вас поприветствовать нашего друга Пол Чидом. Шалом. Пусть Бог благословит всех вас. Всегда привилегий быть здесь. Я уже столько раз сюда приезжал, что чувствую себя частью вас. Чувствую вас своей семьей. И я уже столько раз сюда приезжал, что чувствую себя частью вас. И я просто был захвачен присутствием Божьим во время поклонения сегодня утром. Это тот же самый Дух Святой. И это для меня определенное освежение быть здесь с вами. Мне жаль, что моя прекрасная жена не смогла присоединиться ко мне в этом путешествии. Но она присылает свои приветствия и надеется, что в следующий раз будет здесь. Но прошлой ночью Бог дал ей пророческое слово для вас. И я хочу поделиться этим с вами. Это начинается с Иоиля, 2 глава, 23 стих. Это says, Be glad, people of Zion. Rejoice in the Lord your God. For He has given you the autumn rains. Потому что Он дал тебе дождь осенний. И Он верен. И Он посыл тебе обильный дождь. Both autumn and spring rains as before. The threshing floors will be filled with grain. And the vats will overflow with new wine and oil. She said, The word God has given me is that you are about to witness in great measure and abundance. The faithfulness of God. She said, I see God pouring silver and gold and jewels into your congregation. She says, I literally see that. Get ready to see in your own eyes. In your congregation. And even through you and your city. God will do miracles that no one could have ever imagined. And you will say, We are like those who dreamed when God restored their fortunes. If you receive that word from the Lord, would you just give the Lord a clap offering right now? Yes, God. Yes, God. Yes, God. If you were present Wednesday night, we spoke of what we believed, a word from the Lord about a coming revival to you. So get ready for revival. Get ready for renewal. Get ready for God to act outside of the box. He is ready to come in greater revelation. Greater anointing. greater power. Greater authority. And he will enable you to reap a harvest. And he will enable you to reap a harvest. I just heard the Lord say that your celebration next weekend is a foretaste and a symbol of what is to come. I hear strongly in my spirit there is a harvest that is to come. And so we just receive that in the Lord this morning. Now, so you're not wondering all through my message as to whether I am wearing a new style of jacket with only one button? It is not a new style. No, it is not a new style. My button fell off. Just my button fell off. So, maybe Tatiana can sew it for me this week. Take your Bibles and turn to the book of Ephesians chapter 1. And in just a moment we will we'll be looking at several of the verses in this chapter. But I want to talk to you this morning about the fact that we are a blessed people. I mean, we are blessed. You are blessed. Look at your neighbor and say, you are very blessed. Look at your neighbor and say, you're blessed more than you realize. And listen, we are not blessed simply because we confess it. See, in some circles people think faith is believing something hard enough to make it happen. And некоторые думают, что вера это значит просто верить во что-то, что ему нереально сбыться. But we're not blessed just because we say we are blessed. But we say we are blessed because we are blessed. Мы говорим, что мы благословены потому что так и есть. Мы благословены. See, faith is not willpower. Faith is based on knowledge. And the knowledge of the word of God. So if God says we're blessed we are blessed. Sometimes we don't feel blessed but we are blessed. And the way that we begin to understand our blessing is by getting to know God more. The more you know God the more you will know how blessed you are. The more you know God the more you'll know who you are what you have and what you can do. Don't turn to it but 2 Peter 1 3 says this God's divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of him. In other words our walk with God is a journey but it's a journey of increase it's a journey filled with glory and it's a journey of discovering the multiplication of his glory and of his increase see it does keep getting better and better because the older we get the more we discover who he is what he's done what he's given to us what we have who we are what we can do and so we move from glory to glory say it again I am very blessed now we are not waiting on a blessing heaven is going to be great but we're not waiting on heaven we are growing and working and serving and ministering until we get to heaven but we don't have to wait until we get to heaven before we're blessed in fact the Bible says we're blessed already Ephesians chapter 1 verse 3 praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ the Bible speaks of this blessing as something that has already happened you're already blessed in fact it says you've been blessed with every spiritual blessing and and we're and we're blessed with every spiritual blessing to do something more we're to be God to do something more we just need to become aware of what he's already done we just need to become aware of what he's already done we have every blessing from God already everything we need is already deposited in us God can't do any more for you than he's already done we just need to have our eyes opened up to what is in us we are blessed right now look at your neighbor and say blessing looks good on you and say it looks better when you smile the joy of the Lord is present this morning the joy of the Lord is found in the baskets of fruit and the and the wheat but the joy of the Lord was found in the faces of the little children unless we become like little children little children know how to love little children know how to express and see sometimes we need to quit being so stuffy of course we men we are stuffy we're proud and so we don't move the women raise their hands the women dance but men are proud sometimes men we just need to cut loose sometimes you need a good dose of Jeff Collins you just need to celebrate his goodness celebrate his joy sometimes it's okay to get a little silly dance a little bit I can't dance but there are times I get so overwhelmed with his presence and it's just uncontrollable what goes on inside of me because I was created for his presence and there's something overwhelming about the glorious presence of God you just get a little undone and you just want to express the fullness of your praise to him God you are good God you are wonderful God I love you I praise you for your revelation I praise you for your presence you have blessed me with your presence I am so blessed I am so blessed what are we blessed with well the first thing we're blessed with is Jesus Jesus is the first blessing God has graciously given us his son the Lord Jesus Christ we didn't earn him we didn't deserve him we couldn't get ourselves ready for him but in God's grace he came with the blood of Jesus and washed us clean so that he could release to us not in part but the whole the fullness of the Lord Jesus Christ you didn't just get a small bit of Jesus you didn't get a half Jesus when you got saved you got the fullness of Christ inside of you the Bible says that he is the anointed one and right now the anointed one and his anointing is inside of you you and I have received the greatest blessing of heaven it is the fullness of the deity found in Christ and ministered into me through the presence of his Holy Spirit you can't get any more of Jesus than you've already got you can't get any more of the Holy Spirit than you've already got we don't need more we just need to be awakened to what we have the King of Kings and the Lord of Lords lives in me the fullness of his deity is present in me through the Lord Jesus Christ he's in me Paul says Christ is in us and we are in him Christ is in us and we are in him the only way that we could stand before a Holy God the only way is Christ in us and us in him he's the only way I don't care how good you've been all your life I don't care how often you read your Bible how well you obeyed your parents how good you were in keeping the Ten Commandments there is no good found in us we were imperfect creatures carried away by our own sins and lust and God looked at every one of us and He said rather than condemn them rather than judge them in their sin I will take all of their sin out of them and I will put it on Jesus and I will take all of his righteousness and I will take all of his righteousness and I will put it on them and they will stand in his righteousness and they will stand in his righteousness and they will stand in his righteousness and in his righteousness on Christ the solid rock I stand Потому что Христос стал скала, на которой я стою. Все остальное это песок сыпучий. Я только во Христе стою. Но полнота Ишуа Мессии в вас. У нас все, что нам нужно от Ишуа. У вас полностью Ишуа в вас присутствует. И будучи в Ишуа Мессии, мы благословены. Четвертый стих говорит, что Он выбрал нас. Посмотрите на соседа и скажите, ты избран. 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 Что это значит? Это значит, что вы выгонировали. Видите, что Он протянул к вам свою руку и взял вас. Вы не случайность. Никто не нашел вас просто где-то на каком-то пустом месте или на камешке. Every one of you was given divine appointment at your time of birth. Господь именно предназначил каждого из вас, когда вы родились, еще до вашего рождения. Писание говорит, что Бог соткал нас во чреве матери, каждого из нас. Сейчас более семи миллиардов людей на земле. Но Писание говорит, что когда вы были созидаемы в тайных местах, то Господь уже знал вас. Вы не случайность. Вы рождены для определенной цели, и эту цель поставила для вас божественная власть. Но, вы видите, это становится лучше, чем это. И даже более того. Потому что, когда мы родились, мы унаследовали грех Адама. И он делает так, что мы уходим от Господа. Но Писание говорит, что Господь посмотрел. И среди всех вот этих людей, которые населяющих землю. Он увидел вас и выбрал вас. Он сказал, я выбираю тебя, чтобы ты принял мое спасение. Вы не спасены, потому что ваша мама спасена. Вы не спасены, потому что ваша мама спасена. Вы не спасены, потому что посещаете собрание. Вы не спасены, потому что великий, милостивый и добрый Бог простер к вам руку и выбрал вас. Я избран и не отвержен. Я не отвержен. Я не отвержен. Я не отвержен. Я избран. Я не отвержен. Я не отвержен. Я может быть, я и живу иногда странно. Я может быть немного странно выгляжу. Но Господь все равно избрал меня. Он избрал меня для спасения. Он избрал меня, чтобы дать мне Его Сону, Jesus. Я избран. Я не отвержен. Я не оставлен. Jesus has been put inside of me. There's coming a roll call one day in heaven. There'll be a roll call one day in heaven. I'm on the roll. I'm on the roll. Are you on the roll? You know that you know that you know? You're chosen in Him. But it gets even better. He says that not only have I been chosen, but I've been blessed by His redemption. Everyone say, I'm redeemed. What does that mean? It means I've been bought with a price. Paul says it this way in the book of Colossians. God reached down. Pick me up. Out of the dominion of darkness. And pulled me into, and placed me into His kingdom of light. I'm redeemed. I may have been that before. But I'm not that anymore. I used to be under the dominion of darkness. But I'm not anymore. Because He redeemed me out of it. He purchased me. He bought me with His blood. He transferred me out of the dominion of darkness. So darkness no longer has dominion over you. The power of the enemy to dominate you has been cancelled. I'm not under His dominion. He's not my authority. He's not my owner. He's not my boss. I don't have to do what He says. I'm not a puppet on a string. I'm no longer controlled by evil. I'm no longer controlled by sin. I have been redeemed by the blood of the Lamb. I have been redeemed by the blood of the Lamb. I don't live in darkness. I don't live in darkness. I live in light. But now I live in light. And I rejoice in the light that I'm in. And I rejoice in the light that I'm in. And Jesus said, if by faith I walk in that light, And Yeshua дал мне веру, чтобы я ходил в этом свете. Darkness has no control on me. And now I'm not a person. I'm telling you, if you're dabbling in darkness, get out! If you're still in darkness, get out! You were not made for darkness. You've been redeemed from darkness. You've been redeemed from darkness. Everything in darkness ends in death. And everything in darkness ends in death. He's pulled you up out of that lifestyle. И Он вытянул вас оттуда, чтобы дать новый образ жизни. Он поместил вас в царство жизни. И мы теперь ходим во свете. И тьма была отвержена, и грех был отброшен. Все отвержено. Он теперь моя слава и тот, кто поднимает мое лицо. Я ребенок живого Бога. Я живу в царстве света. И я действую в царстве жизни. И у меня доступ к всякому благословению в царстве жизни. Я был искуплен. Но мы не только искуплены. Но Он говорит, что в Христе мы были прощены. Посмотрите на соседа и скажите, И скажите, мне все равно, что ты думаешь. Но ты полностью прощен. Полностью. Все прошло. Все прошло. Нет больше досье рядом с вашим именем о ваших грехах. В Ишо мы полностью прощены. Писание говорит, что мы имеем это прощение. И идея в том, что если бы я никогда не согрешил. Как Бог видит вас в Ишо? Он видит вас так, как будто бы вы никогда не грешили. Он видит вас так, что вы никогда не грешили. Прощены. Блотт от. Все это отвергнуто. И Господь больше не хранит записи о том, что вы делали не так. Когда вы были омыты в крови Агнца, то все грехи были убраны. И теперь не надо больше переживать ваши грехи. И теперь не надо больше переживать ваши грехи. Все грехи были забраны от вас и возложены на него. Я не могу больше просить прощения, чем уже у меня есть. У меня и так есть все прощение. Послушайте. Если вы несете вину, то только потому, что вы не знаете. Вы не можете сами от нее освободиться. Вы не можете сами своими силами избавиться от нее. Единственное исцеление от этого. Это кровь Вишего Мессии. Прощение Божье. Который говорит, я прощаю. И я выбираю прощать. И теперь Он видит вас Вишуа Мессии. Знаете, насколько Он любит вас? Так же, как Он любит Вишуа Мессии. Дьявол заинтересован в том, чтобы вы говорили об этом. Он просто не хочет, чтобы вы знали это в Духе, что вы искуплены, что вы прощены. Потому что если вы это знаете в Духе, вы можете ходить без вины. Потому что если вы знаете это, вы ходите без стыда. Если вы знаете это, вы ходите в осознание Его присутствия здесь и сейчас. Потому что Бог убрал все мои грехи. И принял к себе. Вы понимаете, что значит принял к себе? Reconciled means to be brought near. Come here, Sasha. Stand right there. I'm God. He's evil man. There's sin between them. There's sin on Him. На нём. Yes? But, but he hears that in Christ he can be washed and cleansed. Yes? Come here. He's Jesus. And so he embraces Jesus. Just embrace. Вот так и стойте. And now, I'm God. What do I see? I see a man once in sin now covered in Jesus my son. Guess what I do now as God. И поймите, что я сделаю как Бог. Now I can reconcile Him who was away to myself. Теперь я могу его приблизить, принять к себе. И обнять его. И вы не можете приблизиться ещё больше к Богу, чем вы есть во Христе Иисусе. There's times you can feel it more than other times. Иногда вы можете это чувствовать, что вы сейчас более близки с Богом. Но вы не можете ничего сделать больше, чтобы ещё ближе быть к Нему. Бог уже принял вас к себе полностью. Give the Lord a clap. Восхвалите, Господа. And then, lastly, и в итоге, ещё много чего есть в Писании. Но я ещё одним моментом хочу поделиться. Он говорит, что в Мессии Ишу мы стали приемлемы, или приняты. В Мессии мы приняты. Это значит, что наша личность, или самоопределение, она теперь в Ишуе Мессии. Кто я? Я человек. Но теперь я уже не человек в Адаме. Я теперь человек в Ишуе Мессии. Я уже отошёл от своего наследия Адама. Now I've traded that in. I've traded all of that in. And I've now received my inheritance from Christ. You see, Jesus was the one and only Son of God. So what does the one and only Son receive from His Father? И что принимает Единородный Сын от своего Отца? A portion? Half? Or all? He receives all of the inheritance. I am now in Christ. Теперь я в Ишуе Мессии. Through Him, I receive the inheritance that Christ has received. И в Нём я принимаю всё наследие, которое Он сам принял. And I am completely accepted in Christ. И я полностью принят в Ишуе Мессии. Now, I want to close with this. И завершу вот чем. Why did God do this? Why did God do this? Did He do it because He was obligated? Did He do it because He was so frustrated that we couldn't get our act together that He just had to do something? Он сделал это, потому что Он был разочарован тем, что мы сами не можем справиться? Does He do it grudgingly? No, the text says that God did what He has done for us. Because it gave Him great pleasure. Он сделал для нас это, потому что это принесло Ему огромное удовольствие. To pour upon us the riches of His glorious grace. God sent Jesus to the cross because He just loves you so much. God gives us grace because He just wants to. He enjoys giving us grace because without grace we can't please God. God gives us grace. Jesus, out of the joy set before Him, endured the cross and scorned its shame. How do you receive grace? You receive grace by first of all receiving Jesus as God's Messiah. and God releases all grace to us. Second of all, we receive it by faith. God says God says and so I believe. He doesn't reveal something in His Word and then act another way. Do you need grace today? Ask for it. Scripture says it's a throne right now what it is? It's a throne of grace. It's a throne of grace. God's the God of beginning again. God is the God of beginning again. I'm going to close with this illustration. One Sunday morning when I was in my congregation and we were in the middle of worship and the presence of God was so thick and I was standing about where Valentin is right now and the Lord gave me an open vision. I looked up at the front of the platform and I saw the Holy of Holies but in front of it was the veil and I thought well that's interesting and in this open vision I saw Jesus run down the aisle. I saw Jesus running down the center aisle and he came to where the veil was the veil to the entrance to the Holy of Holies. The Father and all His glory is on the other side of the veil. the Father and His full expression is on the other side. Otec во всем своем присутствии во всем своем явленном присутствии он на той стороне. And I saw Jesus run down and then He took His hand and He swiped at the curtain and pulled it to the side. and then He looked back at the entire congregation with this huge smile across His face and began to wave us in. and He was and He was приглашает нас внутрь. Jesus has provided to us access обеспечил нам доступ к Отцу и Он сделал это от своей радости можете ли вы взять пользу и все от того, что Бог нам дал от того, что Ишуа нам дал вы знаете, где наше место сейчас? вы знаете, где наше место сейчас? our place is in the presence our place is in the Holy of Holies our privilege is right now we get to enter into the throne room right now we get to enjoy the full presence of God not later not later but right now the presence of God has been open to us the presence of Almighty God has been available to you and me is available now to you and me because of what Jesus has done step into his presence by faith step into his presence enjoy his grace enjoy his goodness enjoy his pleasure and worship him with all of your spirit we bless you God we bless you God and we worship you with all of our heart worship the Lord поклоняйтесь Господу monde on to you all of our heart we bless you bye you Продолжение следует... 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 Продолжение следует...